3 сентября в Хасавюрте состоялись ряд мероприятий, посвященных Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Центральным событием стало шествие студенческой молодежи, которые прошли маршем от центральной площади имени Зайналабида Батар-Мурзаева до мемориала Холм воинской славы. Прибыв к памятнику воинам Хасавюрта всех вооруженных конфликтов, собравшиеся выразили общий протест к любому проявлению терроризма. Первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов отметил важность памятной даты. Сегодня я от имени главы города приветствую вас на этом мероприятии. У нас череда мероприятий связаны с этим днём 3 сентября в солидарной борьбе с терроризмом. Сегодняшний акт тоже говорит об этом. Ещё раз сегодня хотелось бы подчеркнуть, что это зло, как бы мы ни говорили, всё равно имеет место. Нет, нет, проявляются эти признаки терроризма и у нас тоже. Присутствующими были сказаны слова о том, что важно помнить, что с терроризмом следует не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только толерантность к взаимоуважению позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма. Лишат преступников надежды на поддержку в обществе, высказалась начальник отдела по делам молодёжи и туризма Эйшата Таева. Слово также было предоставлено председателю Совета ветеранов МВД, наставнику молодёжи Зайбадина Амарову. Четвёртого числа писали, захватили школу. Разве это в истории было в нашей стране, чтобы взрослые люди воевали против детей, слабых людей? Я хочу остановиться на Дагестане, в частности, в историческом плане 7 века. Наши враги постоянно нападают на Дагестан. Если разобраться, Дагестан никогда ни на кого не нападал. Всё время защищаем и всё время позвон даем противникам. Ваша задача, уважаемые школьники, я вижу наши здесь, учиться, учиться, ценить наше поколение. Ценить тех героев, которые отдали свою жизнь, ради всего душа дня. Акцию «Ко дню солидарности» в борьбе с терроризмом подхватили не только образовательные, но и общеобразовательные учреждения. В память о погибших во время войн и террористических актов участники акции выпустили в небо шары. Как бы я хотела вас всех обнять, и просто о многом молчать. И многие тысячи слов любви сказала бы каждая мать. И сердце уже не будет стучать, как всегда. И встали часы, и будут длиннее года. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас Каждую секунду и час. Ты все равно жив, и в сердце ты мою навсегда. Ты все равно жив, но так распорядилась судьба. Ты все равно жив, и ангелы с тобою легко. Идя высоко, и дядь высоко, ты жив, и в сердце ты мою навсегда. В завершении мероприятия минутой молчания почтили память погибших в бесланском террористическом акте маленьких жителей Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителей и наставников. Бурлея Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа Пульс.